А можно тогда пока МВД вопрос задать? Можете нам сказать? Озвучить? Да, да, да. Ну, озвучить и передать нам в комитет. Ну, вы же здесь ведомство представляете, поэтому мы считаем, что это уже согласовано. Вы же не куда-то пришли, вы находитесь в стенах парламента. То, что здесь говорится, говорится под стенограмму. Вы нам озвучите статистику? Можно микрофон только включить? В 2018 году по 45-й было окончено производством 117 уголовных дел, за полгода 2019 года 51 дело. 117? Да. 117 за прошлый год, да? Да. Подождите, подождите. Дайте ведомству, значит, высказаться. Это окончено, да? А зарегистрировано преступление сколько было? Ну, такими цифрами мы пока не владеем. Понятно. Так, а, значит, до суда с обвинительным заключением сколько дошло? Тоже не готова сказать вам эту цифру. Понятно. Ну, тут вопрос по каким регионам, он несущественен, потому что если 117 дел, то это ничтожно мало. В, значит, масштабах Российской Федерации. А вы причину в чем видите основную? Вот почему у вас не получается работать? Ведь мы, по большому счету, 245-ю сформулировали так, как ведомство просило. Прямо в этих формулировках. Да, ну, все, да, да. Проблема в чем? Проблема в правоприменении. В правоприменении проблем, исходя из сложившихся практик, которые, ну, дознаватели, все дела, которые у них были в производстве следствия, они были расследованы, окончены, направлены в суд. И суд, соответственным образом, и виновны привлечены к ответственности. Каких-либо оправдательных или иных, там, как бы, со стороны дознавателей судам и каких-то решений не принималось. В этой связи, как бы, говорить о том, что не действует норма, мы не можем. Ну, а мы можем, потому что, если у вас 117 дел, вы представляете, что это такое в масштабах страны за один год. Исходя из того, что вот я просто, значит, в день получаю от 200 до 400 обращений, как председатель комитета. И в том числе на мои депутатские запросы, как правило, следует отказ просто в возбуждении дела. Поэтому их так мало и, значит, расследуются, потому что фактически правоохранители стараются просто отфутболить всех заявителей. Ну, я уж называю вещи своими именами. И не заниматься этим. Я хотел отметить, что все поступающие обращения рассматриваются в установленном порядке. Если есть наличие состава преступления, принимайте соответствующее решение. Либо его отсутствие, либо наличие. Я не знаю, это и прокуратуру тоже мы писали, везде старая редакция. Но вот в таком вопросе, конечно, обращаться в прокуратуру надо, насколько я понимаю. Прокуратура также отвечает, по старой редакции всем. И прокуратура. Конечно. Это регион, какой регион? Владимир. Вот, то есть они, ну, старые поправки, вот к старому закону всех, где там несовершеннолетнее лицо должно участвовать в этих эпизодах. То есть, как бы, вот. Причем прокуратура спускает опять вниз, полиция опять напишет отказ в возбуждении уголовного дела. Опять обращаемся в прокуратуру, прокуратура опять опускает вниз и опять нам отказ. И хотя есть видео с камеры, как он привязывает... Как может такой быть, вот вы как... За машину. А такое же деяние было совершено в тот период, когда действовала старая редакция статьи? Нет, это февраль 2019 года. Ну, вот смотрите, у нас, в принципе, детально проработанная инструкция, которая регламентирует рассмотрение обращений. И любое решение любого должностного лица, вот, например, у нас в прокуратуре, вы можете обжаловать вышестоящему должностному лицу, либо в суд. И, в принципе, там, в этой инструкции и вообще в законе даже о рассмотрении обращений граждан, все это прописано, что вы имеете право на обжалование. Мы сейчас, извините, перебью, обжаловали одного участкового, обжаловали решение, что он написал, вот, на старую редакцию ссылается. Потом нас поменяли участкового, мы опять прокуратуру обжаловали на решение об отказе на второго участкового. То есть у нас, как бы, ну, сотрудники меняются, но один и тот же текст они нам присылают в отказах. А события после 20 декабря? Конечно, да, в этом году, в этом году, да, все произошло. Еще у меня вопрос такой, дело в том, что каждый специалист, с которым мы общались, почему-то трактует вот эту статью 245-ю о жестоком обращении по-своему. Мы не понимаем, где истина, и, как бы, они тоже, судя по всему, не понимают. Одни считают, что это не было жестокое обращение, что, как бы, ну, другие... Нерабочая статья. Нерабочая статья, нету комментариев к ней. Да, у нас пока еще вот этот закон в новой редакции статьи, она действует не так уж долго. Это получается конец 17-го. Она и в новой нерабочей. Пока какой-то судебной практики нет. Есть. Я имею в виду такую, чтобы ее можно было проанализировать, сравнить с предыдущей, например, сравнить с тем, что было и стало сейчас. Поэтому, ну, все-таки, говорить сейчас вот именно о сложившейся практике, я думаю, что все-таки рано. Вот именно по вот этой редакции статьи. Нет, а сейчас вы что-либо обжаловываете? Сейчас вам нужно планомерно обжаловать, то есть каждое решение должностного лица вы имеете право обжаловать. Установим порядок. Обжалуем, обжалуем, у нас шесть отказов уже. Я прошу прощения, а вы проанализируете не практику, вы проанализируете отказы, которые мы получаем. Мы получаем отказы, в том числе от прокуратуры, которая смотрит, но мы пишем, старая редакция статьи. А нам прокуратура пишет, не удовлетворяем вашу жалобу, все хорошо, участковый молодец. Вот вы нам объясняете это. Участковый, надзирающий прокурор, их решения и их действия тоже могут быть. Мы 59-й ФСЗ наизусть знаем. Да, вы же их обжалуете. Конечно, мы только этим и занимаемся. Когда вам дают ответ прокурор региона, его ответ вы тоже можете обжаловать и обжаловать ее в генеральную прокуратуру. Вы проанализируете отказы, которые мы получаем. Мы даже если обжалуем в генеральную прокуратуру, та спустит ниже, та спустит ниже и дойдет к участковому. Опять это все закроется. Если вам прокурор региона не отказал, если он ваши доводы рассмотрел, вернее, и отказался, нашел, что они не подлежат удовлетворению, то, естественно, такая жалоба может быть принята в производство в генеральной прокуратуре. Уже с изучением материалов. Здесь, если конкретно вы мне вот этот документ говорите, что здесь указано, что в целях оперативного разрешения затронутых вопросов направлен прокурор Орловской области. Значит, в данном случае прокурор Орловской области свое мнение по этому вопросу еще не высказал. Продолжение следует...